А в Закарпатии вынесли практически оправдательный вердикт бойцам правого сектора. Напомню, их обвиняли в причастности к вооруженному конфликту в Мукачеве в июле 2015-го. Почему же суд снял часть обвинений и когда подсудимые выйдут на свободу? Марина Коваль расскажет. По стенами Мукачевского суда несколько десятков членов правого сектора в камуфляже, с символикой организации, плакатами, в помещении спецподразделения полиции. Охрана усилена из-за того, что зачитывают приговор по делу бойцов правого сектора, которых задержали после Мукачевской перестрелки 11 июля 2015-го года. Два года назад группа людей в камуфляже с оружием в руках и опознавательными знаками правого сектора устроила перестрелку с охранниками нардепа Михаила Ланё, а затем из полиции. В ход пошли автоматы и даже гранатомёт. Погибли два человека. После перестрелки задержали четырёх бойцов правого сектора. Их командир до сих пор в розыске. Задержанных обвинили по десяти статьям. Среди них и терроризм, за который бойца могли дать пожизненное. Правда, в мае это обвинение было снято, задержанных выпустили на поруки. И вот сегодня судьи постановили, прокуроры не смогли доказать вину ещё по четырём статьям. Мы не доведем ни одной обставины, что до организации и створения подписывания банды. Обвинительный акт из двухсот страниц коллегия судей зачитывает по очереди семь часов подряд. И, наконец, приговор. Подсудимых всё же признают виновными по четырём статьям. Все они не тяжёлые. Повреждение имущества, неповиновение правоохранителям, блокирование дороги возле спорткомплекса. Всем дают срок заключения три года и девять месяцев. Но судья, сославшись на закон, Савченко, кстати, уже отменённый, постановил, пробыв в СИЗО почти два года, подсудимые свои сроки уже отбыли. Кроме Игоря Деяка, которого задержали позже остальных, ему ещё предстоит отсидеть четыре месяца. Зарахнувание судового срока по переднему обязанности проводится в разрахунку один день по переднему обязанности воли за два дни избавления воли. Даже адвокат признаётся, такого мягкого решения суда не ждали. А вот реакцию генпрокуратуры, которая ведёт дело, узнать не удалось. Сегодня представителей обвинения в зале суда не было. Местный прокурор от комментариев отказывается. Проведение расследований Генеральной прокуратурой. Вы должны подавать апелляцию. Это будет решаться непосредственно после анализу данного вироба Генеральной прокуратуры. Подсудимые строят плани на будущее. Очистить своё доброе имя. И очень хочется, чтобы все виноваты в этом конфликте достали в Украину. И те, кто соштовхнул, и те, кто обзывал бандитами, и те, кто выливал оружие. У меня уже на работу вернусь на свои колиши. Ну, всё, у меня в суспільстве являлись, всё, життя продолжается. Другая половинка есть, всё чудово. Торговым агентом. Приговор вступит в силу после того, как истечёт срок подачи апелляции. Марина Коваль, Юрий Ковалёв. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область.